Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Новый штамм коронавируса COVID-19, который происходит по предварительным оценкам из Великобритании, поразил президента Армении Армена Саркисяна. По состоянию на среду 13 января политик находится в больнице. Об этом сообщает официальное представительство лидера. По обнародованным подробностям болезнь проходит у него в тяжелой форме. Президент Республики Армения, который заразился коронавирусной болезнью нового типа и лечится в домашних условиях, госпитализирован. Болезнь протекает в тяжелой форме, объяснили в пресс-службе. Сейчас врачи диагностировали у президента двустороннее воспаление легких, сопровождающиеся высокой температурой. Согласно объявленным накануне данным, Саркисян находится в Великобритании в период новогодних праздников. Вместе с семьей в кругу ближайших родственников и внуков он находится в Лондоне, где параллельно перенес операцию на ноги. Позже у политика обнаружили признаки коронавируса COVID-19. Диагноз подтвердили тесты 5 января. Добавим, что ранее политтехнолог Армен Бадалян, комментируя последнюю пространную статью президента Республики Армена Саркисяна, заявил, что президент Армении хочет сам взяться за решение политического кризиса в стране. В этом можно убедиться по содержанию статьи, добавил он. В начале статьи президент высказывает мнение, с которым нельзя не согласиться, отметил эксперт. А именно, поражение в войне – это следствие пороков системы за последние 30 лет. Сфальсифицированные выборы, подкуп избирателей, а также создание виртуальной реальности, не совпадавшей с реальной. Далее президент отмечает, что не стоит ждать спасителей, в том числе и среди видных политиков. По словам Бадаляна, президент намекает как на Пашиняна, так и на Вазгена Манукяна, которого оппозиционное движение по спасению Родины выдвинуло к кандидатам во временные премьеры. Таким образом, предпринимается попытка повысить роль и вес президента как института, способного помочь политическим силам прийти к согласию. Официальных полномочий для этого у него нет, но при этом он может использовать политическое влияние, добавил Армен Бадалян. Таким образом, президент хочет отделиться как от действующей власти, не будучи уверенным, что премьер останется на свои должности, так и от оппозиции и желает помочь политическим силам договориться между собой, оставаясь при этом нейтральным. Таким образом, нынешние политические процессы он хочет перевести в свою резиденцию, добавил Бадалян. Напомним, президент Армен Саркисян в своей статье к Четвертой республике заявил, что Армения проиграла тогда, когда сочла миссию по возвращению Арцаха выполненной. Таким образом, общество обмануло само себя, что и способствовало поражению. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.